Ну не знаю, я имею ввиду Колян, вот чисто с точки зрения зрителя, смотреть Random Tactical Arena было интереснее, чем смотреть вот эти ваши душные джебусы. Вот если мне вдруг захочется поспать, я включу джебус. Но я понимаю, что это в некоторой степени вкусовщина. О, Ефирюк-то начал! Так, пацаны, может он и предлагал? Запомните Ефирюку, по нему уже видно, что он это как бы... Эй, крошка, не хочешь покидать мои 2D6 кубика? Бля, ладно, это даже для меня было душно. Извините, пожалуйста. Я расследую! Татарин и расследуют! Ну да-да, мы так и поверили, конечно. Надо подумать еще какие-то ужасные шутки на эту тему. Или там типа... Не хочешь поиграть на моем стадионе? С особыми домашними правилами? Хо-хо-хо-хо! Хо-хо-хо! У меня есть индийская книга хоум рулов! Хо-хо-хо! Ладно, все-все-все, я успокоился. Ой, слушайте! Слушайте, дайте-ка я расскажу вам одну потрясающую шутерку. Я, правда, думаю, что ее никто в чате не выкупит. За редким исключением. Но все-таки у меня есть одна молодая подруга. Подруга, не больше, не подруга. В общем, она поругалась с отцом. И отец ей в качестве извинения внезапно, он типа понял, что был неправ, решил извиниться, вот это вот вся. Он подарил ей рюкзак в виде бычка, наполненный сладким. Ну, она, собственно, взяла все сладкое и спрашивает, как назвать бычка. Ну, я, естественно, как интеллигентный петербургский человек сказал Зевсам. Я вот после этого думаю, господи, насколько же я испорченный, если даже в такой индивидуальной просьбе подбираю такие варианты. Мне очень стыдно. Ой, какие неприятные кубы. Сложно. Но, Лока, ты знаешь, на чем основана вся древнегреческая мифология? Давай, значит, урок образования на Сингола ТВ. На чем основана древнегреческая мифология? Ты знаешь? Она поняла, кстати. Ну, да, я, правда, хотел сказать интеллигентнее на том, что Зевс не может удержать, как говорится, свою молнию в штанах. Так вот. И, если что... Ну, вот видишь, кто-то оказался, Крэмби. Если говорить коротко, то Зевс в образе быка совратил Европу и Ио. Если кто не знал. Он вообще был веселый дядька-то. Быки это еще не самое трешатинное. Как говорится, у Зевса всегда был какой-то план, и он его придерживался. На Википедии есть целое отделение с рассказами о том, в кого он превращался и кого жарил. Не то, чтобы я увлекался этим! Просто, как бы, вот, знаю. Да. Я в юношестве больше предпочитал в обработке Семеновой мифы скандинавий и славянские мифы. Ну, вот так вот. Там тоже весело, хотя, конечно, и не настолько. Запомни, что Ройлем у нас максимально испорченный человек. Вот, к слову, недавно же была история, что... К слову о дидактических материалах. Вот Ройлем там борьбыков и людей. Я более интеллигентно вспомню про недавнюю историю в Японии. Где приходил в университете, по-моему, Киото настоящий мастер связываний и всего такого. И, в общем-то, подвесил девушку и проводил занятия. Оно, кстати, долгое время было выложено открыто на Ютубе. Но потом его убрали, хотя занятие было прикольное. Не то, чтобы я чему-то научился, но связывания были красивые. При этом еще и модель была ничего. То есть, чисто с эстетической точки зрения посмотреть на это клево. Я как-то для одной девушки в качестве подарка на один из праздников собственноручно делал веревку для связывания. То есть, как бы, вот, их можно купить, хотя это и не дешевое удовольствие, а можно сделать по-прикольному. То есть, я прочитал гайды, как правильно это делать. Здравствуй, Роман. Да, я из Петербурга. Нет, есть специальные веревки, которые продаются в магазинах определенного толка. Но можно сделать и самому. Это не так трудно, хотя это довольно долгий и непростой процесс, если говорить серьезно. Как это называется-то? И там прям действительно... То есть, лучше делать веревки довольно толстые, ну, чтобы они, в общем, не пережимали разнообразные места. Плюс вот там всякие там обработки чаем. То есть, ты буквально некоторое время кипятишь в чае, держишь веревки. Там есть какие-то с арома вещами, узлы, вот окончание веревок довольно важны тоже. Там есть разные способы обработки. Потом, что еще из интересного? Собственно, из сжигалки надо поработать аккуратно, чтобы убрать вот все лишнее, чтобы шнур был мягким и удобным. Там интересно, можете погуглить. Привет, Маркус. В общем, я недельку потратил на изготовление. Она такая прикольная на ощупь была. Ну вот. Вы не подумайте, меня не связывали. Нет. Блин, теперь все подумают. А чем этот стрим еще? О Бладбоуле. Что за глупый вопрос-то, собственно говоря? Неужели ты не видишь прямой связи между древним японским искусством связывания и доминацией и Бладбоулом? Господи. Это деревенщина, а? Хорошо получилось выцепить мячик. Давай. Удачи тебе, Рэш. А ты заснешь после этих разговоров. Так. Путь к мячику открыт. Путь к мячику прям хорошо открыт. Пока, Жан-Клод. И даже при этом, ребята, ты их закон... А что такие тупки пошли жесткие? Третьей тупки не бывать. Окей. РР. Приятно. Теперь можно двух гигантов поставить на мяч. О-о-о-о! Ну, конечно, тут есть парень с рычкой и тахлом. Но вообще, сам по себе, типа, Огор с третьей тупка. Офигеть. Сам по себе, Огор с Бладжом, это жестко. Но три тупки подряд тут, конечно, грустно. Плохие кубы. Зачем молния, если можно выбить мячик без траты? То есть здесь и так дается два куба в мяч? Не сложные. Автор Чудо-женщины обожал связывания, поэтому ее в комиксах часто связывали. Слушай, прикольно, я запомню. Я бы посмотрел бы кинцо, где полтора часа разными способами связывают Галь Гадот. Исключительно в эстетических мотивах. Если что. Джузеппо это вроде как комбинатор, которого мы... Да Джузеппо нормально играет. В целом. Но, как выразиться-то? У него бывают тоже иногда накрытия. Скажем так. Вот комбинатор это игрок, которого постоянно накрывает. Вот так вот. Но какие-то моменты он играет хорошо. Джузеппо наоборот. Но он такой, немного невезучий. Понятное дело, что их обоих, например, не сравнить с Калином. Не хватает БТ немножко. На таком Огре БТ будет смотреться просто... Потрясающе. Не уверен, что соплинг с блоком это хоро... Ой, господи. Никак не могут повалить этого парня. Еще и соплинги сами убивают, сомневаю. Эх, соплинги, соплинги. А вот это обидно. Это правильная была игра. Но не получилось, не фортануло. Правильно встает. Правда, я смотрю, Огры немножко не спешат. Ну, с другой стороны, как бы, фармить холопов одно удовольствие. Маркус, я смотрю, ты очень хорошо разбираешься в Чудо-женщине. Боже, мне почему-то исполнилась одна ужасная шутка на эту тему. Знаете, есть такой обозреватель... Ну, ладно. Есть такой аниматор-ютуб-блогер-юморист Гера Мартел. И у него как-то была на эту тему шиточка, мол. Вот если... Опять 1-1! Если Чудо-женщина забеременеет, она будет давать... Чудо-молока! Ладно. Надо добавить на пульт управления звуками сверчков обратно. А я смотрю, даджи вообще не идут. Это какой там? Четыре даджа подряд? Неудачно. Похоже, что Огры забьют. Не уверен, что сейчас стоило делать именно такой удар. В плане того, что... Еще есть маг. И теоретически это дает шанс отбиться. Че такое, Ройля? Надо бы завести еще игрока на гол. Завели. Очередная попытка забороть Никитоса Разрушителя. Хороший имя. Почти как Конан Варвар, только Никитос Разрушитель. Вау! Сопринг не кинул ни 1-1, ни 2-2? Это вообще правда? А вот и молния. Скаттер, правда, неудобный. Я смотрю... Свято уверен Джузеппе, что 4 плюс с реролом, то есть 70% гол не кинет. Там, правда, еще 2-2 плюса на... Ну, вы поняли. Ооооу! Фантастическое... В красные кубы! С травмой! Без МБ! По 9-арморному Огру! С блоком! Вот это, ребята, настоящее супер-шаро. Здесь прям вполне могло подгореть. Это скилл. Он собирается забивать соплингом. Не, ну это... Это более вероятно, конечно. Вообще пас удался очень приятный. А вот Бликс с Джагой не вышел. РР. Ну, Градор домучил гол. А теперь надо как-то... Ну, ладно. По сути, по сути, отлетели все мусорные игроки. Я имею в виду, что потери довольно слабенькие у Джузеппе. В мяч можно поиграть. Не могу сказать, что это будет совсем лицо. Легко, но можно. Совсем в лицо. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Блиц! Ух ты! В этой ситуации это очень хороший ивент. По крайней мере, добавит Ограм неудовольствие. Шестерка в блок. Вообще, конечно, все равно не понимаю, зачем соплингу брать любой дубль, кроме пятки. Соплинг и пятка брать я навек. Держу в курсе. Глубоко расставился, да. Я тоже этого не очень понимаю. У него, в принципе, достаточно даджей, если что, он бы вышел из контакта. Да и Огры, вряд ли, побежали бы куда-то сильно вперед. Ну, что поделать, пуся. Ну, даже в соплинге... Не, ну ладно, ладно. В соплинг с МБ это странно. Не буду тут ничего придумывать. В соплинг с МБ это странно. Ну, у нас лига такая, ну, интересная. Бывают и не такие вещи. Как бы никогда не знаешь, какую потрясающую чушь увидишь. Приятный соплинг. Опа. Вот такого соплинга я могу понять. Он, как говорится, четкий, молодежный, сильный. В отличие от Огров, которые всей командой идиотничают. Ну, я бы на Гогрыза посмотрел все-таки на какой-нибудь другой, не менее веселой команде. Типа там, Хмырей, например. Ну, а мы и на вампирах увидим пачку вампиров с МБ. Вот это вот все. Типикал Ногогрыз. Хорошо вышло. Четырехарморная сопля относительно выстояла. У него только это? Да, только минус армор. Фак Пупердук. Прекрасное имя для такого малыша. Тяжеловато будет играть на победу Ограм. Они отрезаны. Вставание на мяч правильное. Ну, в любом случае, приятная команда Огров. За ней... За ней хочется следить. Слушайте, а может, Ногогрыз предложил потренироваться, а? Я вполне могу допустить. Надо будет у него спросить, как бы. Вдруг дело в Ногогрызе. Ну, они нуловили нужное количество дублей. В целом, навыки, располагающие к игре. Ну, Граддор уже давно, так сказать, залечивает свою нурглицкую прореху. И снимает напряжение. Учится не играть на результат. Вот так вот. Неужели будет подскок? И удар просто с рычки. Хорошо. И простой блиц в мяч. Молодцы. Джузеппа молодец. Так. Очень важен скаттер сейчас. Вот сейчас скаттер определит, как бы... 2-1 или не 2-1. Скаттер отличный. Ой, ой, ой. РР. 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 1-5. Ну... Игра все-таки как будто бы растягивает Сталин к бидонии. Ну, слушай, если постоянно играть ландер и пытаться выходить в ПО, то там у кого угодно будут нервишки шататься. Спокойствие и ББ, конечно, прекрасно сочетаются. Только умеет это делать там полтора землекопа. Пока Том Го от Брэйди. Ну, не то, чтобы он был, как бы, очень крутым игроком и так далее, но потеря обидная. Домучили. Подбор. И удачная вкладка. И перекрытие тоже правильное. Молодец. Там, правда, есть дайсы в мячике, если сейчас Агилу пнуть и поломать. Вот этот пес или вот этот пес залетают и бьют. Да. Здесь по-хорошему нужен был пробой. Да, пошли кубы в мяч. Соплинг не сдается. Врагу не сдается наш гордый варяг. Сопля стоит. Ну, а тут, на самом деле, легко сыграть в целом. Типа, у Огров простая игра. Только вот, нахрена Огры идут и пытаются... Ой, Огры. Нахрена Бидония решила подраться с Ограми, мне не ясно. Особенно вот всей командой встав вокруг СФа. Окей, окей, ладно. Я недооценил. Согласен. У них была какая-то стратегия. Они ее придерживались. Молодцы. Могло показаться, что это сомнительный муф, а получилось, как получилось. Ну ребята друг друга любят прям, видно Прям, прям чувствуется бескомпромиссная борьба Два трупика уже вот наделали, молодцы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Похоже пока на ничью Только если не получится запулять подальше Спринтли у бретонцев прям как у тебя на гномах Спасибо за сравнение Мне так мало травматических воспоминаний о команде О-о-о-о-о А вот и прикрытие мяча, пацаны А вот и мячик-то прикрыт-то прям неожиданно это правильный ход кстати это правильный ход это молодец это молодец просто вот это вот опять один ход и половина команды встает на мертвого вот за это огоров не люблю конечно я же любя так все в чате говорят у них зона отбора в тупке пропадают есть тест я не думаю что у вас есть богров не было тупки они были бы совсем им боль они были бы типа уровня хмырей плюс-минус типа полу фановая команда так они чисто фановая а так были бы полу фановы это правильная бт рерол обязательный но кажись все-таки джузеппа вытащит эту игру я чё-то давно никого не банил я уже не помню когда в последний раз кого-то баню я как лады перестал играть я прям стал очень великодушным добрым понимающим я просто научился дозировать блат боу в своей жизни да я тем более я же как бы джентльмен у меня как бы обратный сексизм то есть например я стараюсь не банить девушек даже если они очень некрасиво себя видеть до пиропан не уверен что то то что джузеппо пытается не спешить с голым это хорошо ну вообще-то кубы в мячик то есть спасибо что не удалил вообще фалит соплингов это 4 джузеппа понимает что кубы в мяч просто интересно но они ладно не не самые простые но они есть просто если сейчас вдруг получится выбить мяч а чё а чё осуждать обратный сексизм я не очень понимаю тебе банс что ли ты же женщин не любишь ой какая приятная шестерка сам виноват сам на ват надо было забивать джузеппа не искать приключений просто идти на гол ну скаттер правда идеальны типа в руки джи сто гол то не трудный теперь да правильно удар вниз это правильно все теперь правого еще повалить да вообще идеально и все как бы гол там вкладка на убиватора ладно так тоже можно окей ну я ничего говорить не буду как бы поставил поставил окей молодец я не очень понимаю как он собирался классно сыграна кэш десяточка вот я горьк иногда джузеппа накрывает вот час был именно такой момент о прикольно жадный спрайер ну сыграл супер жадный я согласен справедливо поставил должен был быть еще один труп просто смешно как человек все отыграл отлично буквально все и одним единственным мувом все заруинил это здорово но знаете шутки шутки минус справедливо после того что он сделал не наиграл на гол я считаю правда опыт так хорошо упал мясная игра мясная игра оказалось веселее чем я думал и например м